Ну, поехали. А, надеюсь, запись идет. Собственно, открываю упаковочку, которая сегодня пришла. Паковочка с фитнес-браслетами Xiaomi, производства компании Xiaomi, которая называется MiBand. Тут их две штуки. Сейчас посмотрим, в принципе. Ничего, упаковочка до упаковочка. В принципе, чувствуется, что здесь две коробочки. Светатный изгиб слева и справа. Довольно плотный, потому что нету внешней упаковки, только всего лишь пласть. Вот этот пакет. Собственно, если попробовать подавить, чувствуется, что коробочки довольно твердые. Так, сейчас попробуем это дело открыть. Тут взяли ножницы. Маникюрные. Окей. Окей. Собственно, вот уже и сами коробки. Что-то, как это срежем все дело. Ну, все, наш AeroMail пакет открыт. Достаем. Так, раз коробочка. О, какой пакет. Два коробочка. Оп, нет, помялось. Все-таки недовольно. Хотя они и плотные, говорят, что из вторичного картона все это сделано. Ну, как видим, есть немножко небольшие косички транспортировки. Ну, вот. И, собственно, вот. Ну, а остальное, в принципе, довольно-таки твердые коробки. То, что, думаю... Ихняя реклама, где два китайца весом, наверное, килограмм по 200 сидят на одной коробке. Ну, думаю, вполне реально. Так. Откроем вот эту мятовую упаковочку. Так, опять же, ножницы. Так, что у нас тут о спецификации? 25, ну, по-китайски все. IP67, влагозащита, пылезащита, моделька, модул, собственно, ток, потребляемый. Пум-пум-пум-пум. Ну, как бы. Тут то, что из латиницы, остальное, китайское. Так, 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 аккуратненько, аккуратненько срезаем. На щитную упаковку. Тут же можно убрать. Собственно, коробка. Вот сам фитнес-браслет. Так, цена из Китая, значит, 34 доллара за две штуки, получается 17 долларов. Это сам браслет. То есть это фактически довольно жесткий ремешок. У меня просто ремешок силикона и чувствуется разношенный. Это пластик, видимо. То есть это не силикон, как они обещали. Ну, посмотрим в процессе эксплуатации, в принципе. Здесь довольно плотная застежка. Так. Ладно. Сначала коробочку посмотрим. Ну, собственно, ничего интересного в коробочке. Довольно-таки плотная. Картон. Здесь то же самое. О, небольшая прокладочка для мягкости. И удобство транспортировки. Ладно. Так. Здесь у нас часы. Твой часы, блин. Браслет я вытащил. Так. А это как скрывается? Здесь инструкция. USB шнурок для зарядки. Собственно, сам шнурок. Сейчас посмотрим. Инструкция полностью на китайском. Здесь как бы... New Rocket Science. Убираем. А, собственно, мне не интересно это. Так. Поколочку оставляем одну. Вторую тоже убираем. Так. Ну, посмотрим, как они выглядят. Собственно, дизайн байк Xiaomi. Здесь похоже на алюминий. Честно не знаю. Здесь видно три индикатора на алюминиевой поверхности. Собственно. Сам ремешочек. Сам трекер. Зарядка, соответственно, на нее вставляется вот так. Так. Ну, собственно, обычный USB. А, надеюсь, как-то он заряжен. Теперь самое интересное, как он включается у вас. Вот это мне неизвестно. Видимо, есть какая-то хитрость. Ну, ремешки они обещают различных цветов. Собственно, можно купить упаковочку китайцев из зона. Там, в районе 5-6 долларов. За 5-10 штук, в зависимости от того, насколько вы договоритесь. Сидит. Довольно неплохо, кстати. Сейчас я застегну ее. Застежка неудобна для аналоги. Примерно так это будет выглядеть. Трекер, трекер. Да, кстати, здесь есть небольшое углубление с обеих сторон. Так что его можно вставлять либо так, либо наоборот. Так, вставляем. Ну, собственно, вот он сел. Выглядит примерно вот так. Так, теперь попробуем посмотреть по Bluetooth. Для этого возьмем iPad с поддержкой Bluetooth 4.0. Ну и попробуем найти, собственно, эту приложуху. Которые должны были выпустить или Xioami? Точнее, компания Xioami. Заходим. Заходим в App Store. App Store. Ищем. Xiaomi. А, собственно, у нас тут Xioami-то не очень много. Что-то очень даже непонятно. Какой-то ридер, видимо. Это у нас... Тоже новостной ридер. Окей-окей. Попробуем его найти через... Через Bluetooth. Может, он действительно уже включен и работает. Ну, кстати, по поводу алюминия. Довольно, конечно, это спорная конструкция, так как, если с ним постоянно ходить, он будет царапаться. Ну, к примеру, тоже вот крышка ноутбука. Абсолютно такая же ситуация. Вполне возможно, когда-то поцарапается. Ну, вот. Видно, царапина уже покрывается. Так что, небольшой стикер-бомбинг, и эта проблема решается. Но здесь, так как светодиоды, поэтому смысла нет. Ну, соответственно, точно так же и здесь. О, да у меня еще гарнитура. А, нет, извиняюсь. Это подключено. Да, так, я ожидал, что он здесь не подключен. Опять я снимаю его. Так, теперь надо разобраться, как он включает. Сейчас я нажму на паузу и попробую. Сейчас мы немножко его подзарядим. Видно, что он не до конца заряжен. То есть, где-то у него процентов, меньше 30%, ну, около 30% было. Сейчас постараемся зарядить его и посмотреть, что дальше будет. Да, но так же я попытаюсь установить программу, которая называется Mi Band, на свой телефон подключиться и посмотреть. Только у меня единственный вопрос остается, как его включить, потому что не совсем понятно, как оценить, включен или не включен. Потому что светодиоды, ну, вроде как они разноцветные. То есть, это не только зеленый цвет, но и, видимо, красный и еще голубой, скорее всего. То есть, стандартный RGB. Но посмотрим, в принципе. Окей. Ну, да ладно, в общем-то, у меня сел пульт. Вчера попытался прислать себе смс-ку. Используя сервис Xiaomi, но, к сожалению, смс-ки не приходят. Я пробовал МТС и Мегафон. Не туда и не сюда, но подождав буквально суточки, я решил попробовать зарегистрироваться через e-mail. Ну, эту функцию я прочитал только на сайте ФПДА. Так, и, собственно, для меня было загадкой, как синхронизироваться, ну, то есть, как подключить через Bluetooth вот этот вот фитнес-трекер. Так как, собственно, у меня iPad, в котором есть Bluetooth 4-й версии, Low Energy, я подключаю, вот, собственно, два браслета. Кстати, самое интересное, он включен постоянно. То есть, вот эта вот коробочка, которая запакована, их два пришло, один я распаковал вчера. Он тоже активирован, поэтому мне стоило некоторых усилий все это проактивировать. Ну, в смысле, синхронизировать с Perice. Так, сейчас мы посмотрим. Собственно, заходим в настроечки, говорим, My Devices. Он говорит, что у вас нет бендов. Мы говорим, добавить новый бенд. Ищет бенды. Самое интересное, сейчас он найдет два бенда. Ну, сейчас, смотрите. Так, давай. Вот, собственно, он нашел бенд. Начинает моргать. Теперь он говорит, собственно, Tap your band sensor TPR. То есть, нажмите сенсор вашего трекера, фитнес-трекера для пэринга. Так, нажимаем. Все, синхронизировался. Ну, собственно, все. Вот такая вот простенькая синхронизация. Так, здесь что у нас? Last Night. Вчера, сегодня. Шаги. Собственно, я уже тут попробовал. Достаточно интересно. Он считает шаги. То есть, в некоторых случаях, когда я сидел, он тоже считал шаги. Ну, сейчас попробуем. Та-та-ра-та-та-та-та. Не идет. Так. Ну, во-первых, Steps. А, обучение. Progressive Glance. Так. Ну, давайте вместе знакомимся. Ее, Progressive Glance. Окей. Далее. Одна, третий, один индикатор. Два, три. Полностью. Окей. Так. Красный Low Battery. Низкий заряд. Все. Здесь больше никуда. Теперь что у нас есть? Ого. Есть Update. Ну, окей. Давайте. Прошьемся. Ого. Кстати, довольно интересно. Прошивка через Bluetooth. Ну, собственно, у меня гарнитура так же работает. Сейчас я достану. Так. Собственно, моя гарнитура Sony точно так же работает. Кстати, она потерлась от чего-то. Так, ладно. Пока обновляем браслетик Sony. Собственно, гарнитурка NFC с поддержкой Bluetooth версии 3. Ну, посмотрим. Так. Да, собственно, вот он мои шаги уже насчитал. Сейчас попробуем какие-нибудь действия. Так. Говорит, что обновил прошивку. Окей. Посмотрим. Оляру. Так. Это наш будильник. Поставим на 8. На 8. Ну, давайте 8. 15. Так. И проверим завтра, как это работается. Профиль. Ну, это профиль мой просто. Сервисы. Здесь ничего интересного. Ну, приложение. Хорошо. Буду пользоваться. Проверять, как это работает. Check for updates. Дисклеймер. К сожалению, приложение. А, от айфона на айпаде, соответственно, растягивается. Ну, в общем-то, ничего страшного в этом нет. Надеюсь, когда-нибудь они оптимизируют все-таки. Под айпад. Так. Ха-ха. Интересно. Бэтс. Today. Минус. Плюс. Так. Ага. Это увеличение. Так, а как цель эту поставить? Share this mouse. Ну, ладно. Все. Все.